Вить, ты учился в школе в Америке, сейчас учишься в университете. Давай, наверное, начнем со школы. Расскажи вообще о своей школе, где ты учился, как у вас там все выглядело, что за школа, где вы жили, в плане баскетбола, как все выглядело. Расскажи подробнее. Школа называется Florida Prep. Это более такая специализированная по академическим, таким по учебе школа. Намного сложнее мне учиться в плане там, не просто как high school. Кстати, Флорида, город Мельбурн. Маленький городок, но оно и лучше, даже так не отвлекаешься на разные моменты. Тренировались почти каждый день. Было у нас в сезоне 16 игр, если я не ошибаюсь. Жили в комнатах по двое человек, трехразовое питание. Все отлично было, очень понравилось. Ну а так, когда ты приехал, у тебя какой уровень английского был? Ну, я бы сказал, достаточно хороший. То есть, я сразу же всех понимал, все понимал. То есть, с английским не было никаких проблем. То есть, ты сразу адаптировался, в принципе, там, по учебе несложно было, да? Да. Ну а вот в плане обучения вообще, чем система отличается от Украины? То есть, как вот школа в Америке устроена и школа в Украине? В чем различие? Ну, различие в том, что намного, во-первых, интереснее учиться. То есть, преподаватели делают так, что тебе именно интересно. То есть, нет такого, что ты не хочешь учиться, тебе реально хочется узнать что-то новое. То есть, интересно все намного сделано. Проще с домашним. Постоянно можно попросить о помощи. То есть, тебе всегда помогут, если ты что-то не понимаешь. Я бы сказал, просто проще учиться, ну, в этом плане. Ну, а та, с какими сложностями ты столкнулась, когда приехал? Что было, там, не знаю, сложно, непривычно? Было сложно понять, что, ну, я уже сам, как бы, нету родителей, которые там помогут в каких-то вопросах. Было сложно иногда начать, ну, первым заговорить к людям. Ну, а потом уже привыкаешь, то есть, американцы, другие люди, они всегда рады помочь во всех моментах. Плюс они понимают, что ты не американец, ты с другой страны приехал. Они рады только помочь. Ну, то есть, в принципе, никаких каких-то серьезных проблем, сложностей у тебя не было, да? В принципе, быстро ты антирировался. Хорошо. Ну, а расскажи вот про университет сейчас, где учишься, вообще, там, ну, как вообще американский университет выглядит, то есть, как все устроено? Очень мне нравится, называется Линден Университет. Лига NAIA, то есть, в принципе, не самая высокая, но при этом по баскетболу очень все устраивает. Каждый день тренировки, минимум две, то есть, утром тренажерный зал, в обед тренировка баскетбольная, два часа. Четыре тренера на каждой тренировке присутствует, очень много внимания каждому игроку определяется, очень нравится. В любой момент ты можешь прийти в зал, побросать, не знаю, поработать индивидуально. Есть машины, которые подают тебе мяч, ты можешь ими пользоваться запросто, то есть, доступ к залу не ограничен, очень это нравится. А ты сейчас, кстати, где находишься? Именно сейчас? Ну, да, это у тебя общежитие или это где, в университете? Да, да, это я в общежитии, в поле у нас тут на этаже. А можешь показать вообще, как выглядит, ну, примерно, чтобы смотреть вообще, как живут студенты? Вот так выглядит это у нас на втором этаже. Угу. Как выглядит. Ну, это что-то типа гостевой комнаты, да? Это, да, это как гостевая для всех, а туда, вон, в те двери, там уже начинаются комнаты для всех. Угу. И есть, есть, все есть. А сколько у вас в этой комнате живет? Вот, ну, бывают комнаты одиночные, а максимум четверо. Со мной живут еще два ребят. Ну, комнаты большие, но мало комфортнее, чем вот было, например, во Флориде. Угу. Угу. Ну, а вот ты весь год учился в школе, да? Да. А как, насколько сложно было экзамены сдать при поступлении в университет? Ну, было с первой попытки, но сложновато. То есть это TOEFL и SAT. Угу. Было очень проблематично с математикой сдать. Но были бесплатные, ну, репетитора можно было брать бесплатно в школе, который наготовил к этому экзамену. Я подготовился со второго раза, уже был намного лучший результат, который подошел в этот университет. И я поступил к этому. Проблем, в принципе, никаких не было. Вполне реально. Ну, а, кстати, вот еще, свободное время ты как проводил? И в школе, там, не знаю, вас выпускали, или вы постоянно на территории были, или в университете? Вот что ты делаешь, когда не учишься, не тренируешься? Очень большая разница между школой и университетом. В школе было ограничение по времени, скажем так. То есть выпускали только на выходных с 11 утра. То есть ты можешь выписаться, то есть записать свое имя, что ты вышел. И в 6 вечера, насколько я помню, ты должен был уже вернуться назад. Если ты там не успевал, то были некоторые вопросы. То есть там надо было на следующее утро вставать, утром, там, не знаю, кому-то там помочь, что-то пообирать. У меня такого не было, но просто знаю, какие вот правила были. А в университете с этим никаких проблем нет. То есть живешь своей жизнью, уже более тут взрослые люди. И делаешь, в принципе, что захочешь. То есть когда захочешь, ты уходишь, когда захочешь, ты уходишь. То есть большая разница в этом плане. А на кого-то учишься, кстати? Бизнес. Управление бизнесом. Ну а вот вообще как у вас учеба проходит? Не знаю, чему учат, кто у вас преподает. То есть это там какие-то люди, которые действительно где-то там, не знаю, работают. Или это просто профессоры университета? Как это тоже выглядит с планом образования? У меня пока вот были только профессоры, которые, в принципе, там, например, был с статистики учитель, преподаватель. У него какое-то было свое дело, скорее всего. Но я знаю, что с других, там, с менеджментом. Витя, звук пропал у тебя. Да, продолжай тогда. Ну, поэтому в основном только профессоры, но других приметов, которых у меня еще пока не было, есть люди, которые реально, которые владеют там своим бизнесом, каким-то своим делом. То есть они, по сути, знают, что они учат, как бы, с той стороны, что они этим сами занимаются. А так, то в основном день выглядит так, что утром начинаются пары, по две, максимум три пары в день, по час-пятнадцать они идут. Между этим перерыв, то есть спокойно можно сходить пообедать, позавтракать до этого. То есть так выглядит. Ну, Витя, я думаю, что все, что хотел тебя спросить, какие-то основные вещи, так что спасибо, что нашел время. Спасибо тебе.